...люди, представляющие бро-западную оппозицию, к чему они сейчас призывают. Давайте посмотрим. 6, 9, 11. Можно и нужно делиться. И каждая страна в определенных вопросах делится суверенитетом. Именно поэтому создаются Евросоюзы, в Штатах. Каждый штат поделился суверенитетом с общей федерацией, да, то есть с Союзом. И это является нормальным. Да пускай надо делиться суверенитетом. Что это вообще значит? Делиться суверенитетом. Нет, нет. Что эти люди хотят сделать? По нашей собственной бене. Первое, значит, погодить свою власть. Второе, отдать территории. Кроме вот этого, в Украине, чаще Белоруссии после переворота там, часть Печеньги, там, Калининград, Германия, Японии, Курилы и Сахалин тоже планируются отдать. Что мы на них такое внимание-то обращаем? Далее, вот там он сказал, больше власти регионам. Речь идет о том, по сути дела, разделение страны, чтобы она не была такая большая. Кроме того, ну, естественно, ядерное оружие таким дурачкам, как русские, они не собираются доверять. Оно будет взято под внешний контроль. Под натовский контроль, например. Формально. Например, что? Под натовский контроль, например. Под натовский, ну, под международных они это назовут и так далее. Значит, вот таким образом речь идет о ликвидации России в том виде, в котором мы знали ее в течение тысячелетий. Понимаете? Вот на судьбу нашего поколения выпало дать ответ вот на эти попытки. Давайте посмотрим сюжет, как развлекаются, как живут некоторые представители нашей оппозиции. Михаил Касьянов. Высокие государственные должности от замминистра финансов до главы российского правительства не мешали Михаилу Касьянову носить прозвище «Миша 2%». Именно такой, как уверяли свидетели, была его стандартная такса за подпись на нужном документе. Сегодня, рьяно обещая сменить политический курс страны на демократический, Касьянов предпочитает чаще находиться в Швейцарии, чем в России, особенно на элитных курортах, за номер в шале готов выложить до 5 миллионов рублей в неделю. Об этом говорится в расследовании журналистов Live News. Алексей Навальный успел получить уже два условных срока по экономическим статьям. В 2013 году Навальный обманом принудил экс-директора Киров-Леса заключить невыгодный договор на поставку древесины, который принес предприятию убыток в 1,3 миллиона рублей. В следующий срок, 3,5 года условно, непримиримый борец с коррупцией получил по делу французской Ив Роше. Французы понесли убытки на 26 миллионов рублей. Зато оппозиционер приобрел дом в Испании стоимостью почти в полмиллиона евро. Документ о покупке виллы предоставлен испанским сайтом о недвижимости. Илья Пономарев. Его прозвали Платиновый Лектор. Поводом стали 750 тысяч долларов или 22,5 миллиона рублей, которые фонд перечислил Пономареву в качестве гонорара. По материалам следствия, каждая лекция оценивалась в 30 тысяч долларов. Но, как оказалось, это были короткие выступления от 3 до 18 минут.